Сегодня в Ханты-Мансийске начинаются съемки телепроекта «Сверхновое». Участницам предлагают выйти за рамки традиционных ролей матери, сотрудницы, жены и стать лучшей версией себя. О том, как создать гармоничный образ современной женщины, мы поговорим с руководителем проекта отдела маркетинга торговых центров «Гостиный двор» и «Небо» в Вепревой Юлии, а также секретарем преображения с нами поделится наставник проекта, руководитель компании «Леди Лос» Кристина Выставкина. Доброе утро! Доброе утро! Юлия, расскажите, как родилась идея проекта «Сверхновое»? Я как представитель торговых центров понимаю, что люди приходят к нам за преображением, то есть покупают новую одежду, парфюмер, косметику, чтобы стать лучше, измениться. Но мне кажется, что полноценные изменения могут быть только через трансформацию внутреннего какого-то ресурса. Это вы говорите о работе с психологом? Или психотерапевтом? Нет, в том числе, да. Мы приготовили обширную программу. У нас девочки будут проходить различные тренинги, курсы, лекции. Помимо психолога это будет арт-терапия, будут какие-то СПА-процедуры. Вот, Кристина, наверное, к вам вопрос. Расскажите, какая роль наставника в проекте? Что нужно донести до девушек в первую очередь? Роль наставника данного проекта, на мой взгляд, она непростая. Моя задача не просто быть личным примером для девочек, мотивировать их на серьезные изменения, на серьезный толчок в саморазвитии, но и также быть, скажем, поддерживать их на пути к совершенству, скажем так. Но при этом самой нужно быть такой идеальной, гармоничной, современной, авторитетом. Авторитетом, конечно. Как вообще проходил отбор участниц? Много ли заявок было? Да, на самом деле мы не ожидали такого отклика. У нас несколько сотен заявок. То есть люди хотят меняться, да? Да, причем не только из Ханты-Мансийска, из округа приходят, все хотят участвовать, готовы приезжать на съемки проекта. Поэтому для нас, конечно, был выбор очень сложный, с одной стороны, потому что большое количество. Но, с другой стороны, у нас такая суперкоманда подобралась, где мы созвучны друг к другу, и во многих решениях мы были единогласны. А вот по каким критериям выбирали? Да, и возраст имел значение? Возраст имел значение, были несколько человек, которые не вошли, потому что там моложе 18 лет. То есть от 18 до 55. Потому что в разные годы жизни, в разные периоды девушка испытывает разные сложности. И у нас нет тут ограничений по красоте, по внешнему облику. Мы говорим о внутреннем преображении в первую очередь. А как понять по заявке, по тексту, по фотографии, может быть, это тот человек или не тот человек? Мы просили написать о себе немного, почему именно данная девушка должна участвовать в проекте. И на самом деле очень все понятно. Очень понятно, каким языком пишет человек. Хочет он меняться или нет. И чего он хочет от этого проекта. Он хочет, хочет, чтобы ему дали волшебную таблетку, которая вдруг его преобразит. Либо он действительно настроен работать. Потому что мы дадим какие-то знания, мы дадим какие-то навыки, поделимся своими способами, своими ключами. Но не факт, что девочка этим используется. Что по итогу? Вот закончилось, а что будет дальше? У нас несколько этапов конкурса. Мы сперва делаем съемки. У нас будет победительница. Потом будет... Одна победительница будет? Одна будет победительница. Потом будет онлайн-голосование. Мы выберем обязательно презрительских симпатий. И очень мы надеемся, что период пандемии все-таки подойдет к своему завершению. И у нас будет оффлайн-мероприятие, на котором мы пригласим всех гостей, всех, кто переживал, болел за девочек. И сделаем большой праздник. И оторнемся. Да, и выберем там еще дополнительные номинации. Потому что в любом случае каждая девушка достойна победы. Этой работы проделанной. Это стоит оценить. Мы знаем, что у проекта есть социальная составляющая. Это также важно для преображения. Да, это обязательно важно. Потому что наша задача научить девочек балансу. Мы их научим наполняться и научим, как правильно делиться. Потому что только в наполненном состоянии ты можешь принести пользу. Ты можешь экологично и грамотно помочь кому-то другому. Поэтому да, у нас будут эко-лекции. Мы поедем в гости к особенным деткам. Девочки выступят в роли доноров крови. Поэтому это тоже обязательно. Какой интересный старт. Очень-очень хорошее начинание. Я очень жду такого же конкурса для мужчин. Спасибо вам большое. Сверхновый. Сверхновый, да. Приходите. В первую очередь, да. До женщин хочется донести, что все мы уникальны. И каждая из нас достойна счастья. Этот проект как раз таки направлен на то, чтобы каждая женщина прочувствовала свою уникальность и неповторимость. В первую очередь. На этом и закончим. Золотые слова. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Дорогие друзья, с гостем прощаемся. А с вами увидимся через несколько минут. Не расходимся. Спасибо. 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 Спасибо.